Как уже рассказывали новости с колёс, московские власти не планируют отказываться от закупки электробусов. Правда, в конструкцию аккумуляторных КАМАЗов, очевидно, придётся вносить изменения, так как из-за границы приходило немало комплектующих. Например, мосты ЦФ. После введения санкций их поставка оказалась запрещена. А ведь электропортальных осей не хватает даже для имеющегося парка. Как уверяет Авторевю, европейские мосты часто выходят из строя от дорожных реагентов. Но это, скажем так, информация для служебного пользования. По официальной же версии, все электробусы пережили зимний сезон без технических проблем, включая первую машину особо большого класса, сочленённый КАМАЗ 6292. Данный электробус, так же как и наши стандартные 12-метровые электробусы, абсолютно без потери прошёл зимний период. Впрочем, в отличие от своих одиночных собратьев, гармошка оснащена не двумя моторами внутри портального моста, а центральным электродвигателем Фойт с карданом к последней оси. В условиях столичного рассола, замешанного на реагентах, такая схема может оказаться более живучей. Сама машина вмещает 135 пассажиров, в то время как стандартная 12-метровая модель 85. У него не дизельный, а полностью электрический салонный отопитель и вчетверо более ёмкий аккумулятор. Однако полная масса гармошки аж 28 тонн, поэтому заявленный пробег на одном заряде до 90 километров. То есть немногим более, чем у одиночной машины. Каждый маршрут имеет свои особенности в виде длины, средней скорости движения, количество остановочных пунктов. И в зависимости от совокупности этих эксплуатационных характеристик маршрута, зависит и средний расход на движение. Поэтому режимы зарядки для каждого маршрута, они закладываются в расписание и учитываются отдельно для каждого маршрута. Если обычному электробусу на подзарядку батареи с 50 до 100% требуется до 10 минут, то у трёхосного на это уходит около 20 минут. И пока восстанавливать запасы электроэнергии он может только в парке. Городские станции на такие большие машины не рассчитаны. На маршруте электробусы не заряжаются, они заряжаются на отстойно-разворотных площадках в конечных станциях. Но под электробусы особо большого класса, конечно, требуется по-другому немного проектировать зарядную инфраструктуру на этих отстойно-разворотных площадках. Так как у нас их ещё нету в эксплуатации, поэтому он заряжается сейчас в парке. Тесты КАМАЗа завершатся в августе. Но даже если Мосгортранс признает эксперимент удачным и решит закупить партию таких машин, то это случится не раньше 23-го года. Добавим, что в Москве электробусы трудятся уже почти 4 года. Поставляют их КАМАЗ и группа ГАЗ. Общий парк уже перевалил за тысячу единиц, которые перевезли около 180 миллионов пассажиров на 72 маршрутах. КАМАЗ